Пользователь сайта Dota 2 Lounge. В команду Nubi 97%. Очень ровная игра будет у нас. Команда Avalon 167 место в мире, 30 место в Китае. Последние игры все проигрыши. Команда Nubi первое место в Китае, 3 место в мире. Все победы! Ну, по-моему, вот Wings Gaming, кстати, вот только недавно проиграли 1-2. И IG, кстати, проиграли 2 карты подряд. Но это было уже достаточно давно. Но как достаточно 3 июля они проиграли. Так, вот, все-все-все. Ну и по традиции пред... Блин! И по традиции мы перезапустим Dota. Боже мой! Ладно, не пугайтесь, все нормально. К сожалению, у меня игра долго длилась, поэтому ребята стартнули без меня. Плохие люди. Но вы не пугайтесь, вы не пугайтесь. Просмотр, прямой эфир, в центре внимания. Уже ФБ отдали. Крутяк! Супер вообще! Отличный стрим. Раз до этого буду кастить. Ладно, все, наконец-то. Так, все, мы снова в деле. Мы снова в деле, дорогие друзья! И поехали! По традиции представим команды... Ой, здесь еще не было ФБ. Значит, она скоро будет. Значит, я не пропустила ФБ. ФБ, отлично. Ну и в итоге в миде у нас стоит Шторм Спирит против Инвокера. Пошел, кстати, вот Торрент по Шторму. Заметьте, у нас играет Авалон. Прямо имбовый пик на данный момент. Ну, тот, скажем, не в том деле, что имбовый. А Террор Блейд на данный момент один из самых популярных героев. В Китае, да, вообще везде, на самом деле. Тот же Кунка набирает популярность с каждым разом выход на Му в миде. Заканчивается тем, что, в принципе, Му просто отъяляется флаской. И ничего из этого не вышло. Лучше бы Кунка, наверное, пришел на левеле втором. Хотя бы, чтобы был уже Крест. Ну и, соответственно, убить Шторм Спирита было проще. Самое интересное, что у меня будет также задержка. Поэтому будет забавная ситуация с тем, что... С тем, что у нас будет ФБ? Нет, 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 не было. Не было. Не было. Пик Ньюби. Что, рамка? Там нет рамки. Там нет рамки. Это пока игру перезапустят. Так. Инвокер и Шторм Спирит. Ну, вообще, пока они стоят достаточно ровно. И если мы учем, что в миде к мидеру команды Авалон постоянно выходит Кункевич, то Шторм Спирит, в принципе, стоит очень даже для Стоина. Так как в данный момент Кунка находится в инвизе. И при, в принципе, хорошем стечении обстоятельств... При хорошем стечении обстоятельств... Стан у нас будет. Попадает Станом. Стан пошел от Венжи Фулл Спирита. И теперь надо сурки Террор Блейда. Будет ли Станчик? Станчик это ФБ Рост Блад, который делает у нас Слардар на Террор Блейде. Ну, потом, соответственно, Слардар погибает. Однако Торрентом промахивается у нас Кунка. Алдар Титан будет пытаться сделать ТП. И, в принципе, у него это выходит. Дроу Рейнджер. Стратегия, когда играют в данном случае 3 мили. И один, скажем так, вырыватель, этот Слардар под Аурой Дроу Рейнджер. В принципе, мне очень нравится. Опять же, она очень популярна на данный момент. Одна из самых популярных стратегий. На первом месте, наверное, тот же Террор Блейд находится. Но это, скорее, не из-за имбовости этого героя. Шторм 14 на 9. 12 на 9 инвокера. Инвокера Форс 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 Фом уже поудобнее фармить. Надо сейчас выход от Элдер Титана. Расставление вардов. Делает он это под самоками на третьей минуте. То есть, вначале у него не было здесь варда. И далее пошел Станчик от Элдер Титана. Делается ТП. Но, скорее всего, здесь уже инвокера засовить будет сложно. А вообще... Однако прилетает Даззл. Даззл. И можно было бы почистить на Вингу. Грейв на Шторма. Последняя тычка. И Шторм, в принципе, полностью отхиляется. По крайней мере того, что он даже... Подхиляли его здесь флаской. Санстрайк мимо. С уже резнутым инвокером. И в итоге 3-1 становится счет. Винга прилетела за сейвити. Также отправилась в таверну. Но здесь, конечно же, очень повезло с руной для Даззлу. Четвертый левел у него имеется. 8-1 по Крипстату. Дроу Рейнджер 5-й левел. ПТ-шка. Ну, здесь дальше будет Аквила. Потом Дрэгон Лэнса. Потом уже интересно решится собрать себе какой-нибудь, например... Какой-нибудь, например... Ой, Бэтрайдер, куда же ты так нагло? Грейва нет. А Грейва-то нет. Но все равно первым как раз погибает Бэтрайдер. Но потом уже забирает Дроу Рейнджер. Ну, хотя бы в какой-то плюс. Я, кстати, комментировала уже достаточно много игр, на самом деле, команды Авалон. Команда хоть и, ну, скажем так, третьего эшелона, но несмотря на это, вообще идеи у них достаточно интересные. Может, на будущее что-то и выйдет. Все-таки, ребят, не будьте здесь слишком строгими и так далее. Играют топ-1 Китая против, я называла рейтинг топ-30, да? Ну, то есть разница очевидна в играх. И то, в принципе, пытаются что-то делать. Вот Бэтрайдер соло убивает хотя бы ту же Дроу Рейнджер. Вообще, тут понятное дело, что она должна умирать, если бы Даззл еще Грейф успел дать, но у него не было маны. Террор Блейд. Одна смерть, 34 Криппа. В принципе, Крипстат у него такой же, как у Дровки. И в миде начинается у нас замес. Ну, как замес. Пришли, убили Инвокера. Сделали это втроем, так что нечестно. Был, в принципе, шестой левел у Шторм Спирита. И заметишь, что Шторм Спирит протокачал себе Вортекс. На самом деле, этот момент добил такой тычкой у нас Му. 3-0-1 уже у него статистика. Ну, по поводу, кстати, Шторма. Шестой левел у него уже есть Вортекс. А многие Штормы там вообще до восьмого не качают. На самом деле, мне это кажется не совсем понятным. Ну, уж куда мне, конечно, с моим скиллом. И многие достаточно правильно объясняют. Понятно, что за счет пассивки и так далее, и первого скилла попроще формить. Ну, допустим, если к тебе постоянно приходит гангать. И ты играешь в команде. То есть, именно вас пятеро, допустим, КВ, неважно, что ЦМ и так далее, вы играете. Разумеется, Вортекс лучше качать. Или даже если вы знаете, что к вам даже в пабликах вы договоритесь, что к вам какой-нибудь Леон или Кристал Мейден придет гангать, то через Вортекс поприятнее сыграть. Ну, в плане того, что больше вероятность того, что вы убьете. Так как там той же Кристал Мейден надо время, чтобы подойти, так как она очень медленная. Собок на начальных ловлах, не у всех саппортов Аля Леона есть. Ну, понимаете, о чем я. Террор Блейд. Мне тоже кажется, что на самом деле его фиксанут, ибо слишком жесткий какой-то герой для этой меты. В этом плане мне, конечно, очень нравится. Но я думаю, что должны что-то сделать с его ультимейтом. Вот что, Роспирит прилетает на Террор Блейда. У Террор Блейда нет ультимейта, но и, соответственно, он отправляется в таверну. Очень быстро. Му получил преимущество в начале игры. У него очень хороший левел. Седьмой левел на восьмой минуте, практически восьмой. И, соответственно, он, конечно, этот левел использует, потому что Террор Блейды в основном до восьмого, даже до девятого и некоторые левла ультимейт не качают, поэтому это был изи-фраг. Станчиком Террор Блейд не достал. Винга забирает у нас руну богатства и будет пытаться отдаться Рошану, но все же Элдор Титаны с руки добивает. В это время на миде мув соло убивает у нас инвокера. Со своим, в принципе, левелом и тем преимуществом, как я уже говорила, у него с этим проблем не возникает. 5-0-1 на данный момент у него. Кда по крипам. Триде два крипа, даже с его гандами, он не отстает от инвокера. То есть инвокер все это время стоял на миде. Шторм уже и на топе побывал, и в мид вернулся. То есть много времени потратил. Хотя инвокер был в таверне уже 3 раза. В принципе, в таверне он тоже время тратил. Террор Блейд на 8-м левеле прокачал себе Сандер. Мне кажется, что что-то с Сандером сделают до Интернешнала. Потому что ультимейт не требующий маны на 3-м левеле. Что вообще, как такое может быть? Не знаю, мне кажется, это слишком жестко. И ренж достаточно большой, на мой взгляд. Вот, посмотрите. Чуть-чуть как-то, наверное, сократить стоит. Хотя, может, тогда Террор Блейда опять никто пикать не будет. Мне нравится, как эта мета разнообразна на данный момент. Кстати, в ДОТА, вот именно эта мета является самой разнообразной за все время, которое было. Если мы посмотрим даже последний мажор, то было пикнуто максимальное количество героев. Максимально большое количество героев. Это, на самом деле, нельзя не учитывать. Соответственно, по поводу вот этих патчей, получается, все делает Айсворк правильно. Потому что, чем больше героев популярны, тем, в принципе, используется, то появляется какой-то баланс. Один герой контрит другого героя, ну и так далее. Но вот есть герои на данный момент все равно, а-ля, так, Террор Блейд, а-ля Тимбер. На данный момент вот Тимбера немного бы подфиксила я, например, ну и Террор Блейда. А остальные пока вроде. Несмотря на то, что есть, конечно, там популярные какие-то герои, а-ля Элдер Титана, на данный момент еще Кунку можно добавить в этот список. Но они, опять же, ситуативны. Элдер Титан очень хорош в свой дом. Это стратегия, в принципе. И вот первый, простите, второй Тавр уже. Третий Тавр, который забирают у нас Ньюби. А сами же ни одного Тавра не потеряли. Если мы сейчас откроем Нетворса, мы увидим, что Шторм, разумеется, находится на первом месте по Нетворсу. Даггер уже есть у Слардара на 11-й минуте. Это был настолько близкий минус, что никто, в принципе, даже ничего сказать не успел. Инвокер также погиб... погибает. Под Amplified Damage. Там тычка залетела от Шторма. Под Минсармором. Кстати, у Шторма сейчас маны не так много. Станчик от Слардара. И, в принципе, дальше тараться здесь даже не стоит. Грейв. Даже Грейв не понадобится, потому что никто... Однако вот Батрайдер. Грейв на себя повесил Даззл. Но тут, кстати, Батрайдер грызет Даззла, ибо ТП он это сделать не сможет. В итоге размены у нас хотя бы какой-то. Хотя бы Даззл забрали. Дроурренджер уже с Драгонлэнсом. Также Террорблейд с Драгонлэнсом. Терророб статистика 1-3-1. У той же Дровки статистика приятнее 1-1-6. Как-то совсем без ХБ вернулась на лайм. Но я думаю, сейчас прилетит Даззл. Подхиляет своего кэри. Хао один из самых стабильных кэри в Китае. На мой взгляд, насколько ни смотрю, с ним, в принципе, команды. Они все время находятся в топе. То есть реально очень хорошо отыгрывают. Притом, я бы не сказала, что он супер такой пассивный, супер фармящий. Именно, знаете, есть кэри, которые очень любят именно через битье крипов играть. Я не буду приводить примеры. Есть те, которые именно больше играют на инициацию. И, в принципе, очень хорошо, когда ваш кэри понимает, что надо делать в том случае, либо в ином. Ну, как раз могу... Мне кажется, что Хао один из таких игроков. Один из таких кэри. Я задумываюсь, лежу очень много лет. Лет 7-8. И, в принципе, Хао очень давно играет. Всегда играл на высоком уровне. Опять же, нельзя не отметить хорошую игру здесь от Слардара. На самом деле, можно отметить всю хорошую игру команды Ньюби, если мы учтем тот момент, что это топ-1 Китая, да? И как-то серьезно воспринимать их действия. Можно, на самом деле, для команды Авалонда очень хороший шанс в плане посмотреть по реплеям, что делали они не так, в чем их слабые места, на чем их Ньюби выигрывают. И для таких команд это очень большой шанс поднимать свой уровень за счет таких игр, за счет таких турниров, определенно. Так что... Чем больше ты, в принципе, тренируешься, если рассматриваешь потом свои игры, реплеи и так далее. Ну и так, начинается у нас замес. Ох, дровка-то подставилась, подставилась. Дровку должны здесь убивать. Однако, пошел торрент. Стан был отличный в Дазла, чтобы он не успел дать Дроу Рейнджер Гейв. Однако, Дроу Рейнджеру он даже не понадобился. Она у нас плотная. ПТ-шку на силу включила. Первым погибает Бэтрайдер. Террор Блейдер так же отъезжает. И... Минус кунка. Три героя, минус. Буквально на ровном месте. Я бы на месте Авалон не писала ГГ. Я еще раз повторяюсь. Подождала бы, посмотрела, как они играют против этой команды, чтобы потом больше получить с этой игры в плане действий по карте. Их ошибок увидеть. Что они... Как они начали неправильно драться. Вроде бы вытащили Дроу Рейнджер. Сразу же... Лишили ее дэмэджа. И сразу бы ее убить. Но, однако, не получилось. А дровка же она, в принципе, хиленькая. Если уже они дровку не могут убить на такой минуте. Пошли у нас, как всегда, лаги. Лаги у нас... Еще раз хочу сказать, ребята. Это сервера Perfect World. К сожалению, я здесь ни в чем не виновата. Не могу ничего поменять. Ничего для вас сделать в этой ситуации не могу. Поэтому, если будут лаги, я предупредила. Шторм, кстати, забирает Аегис. Ну, здесь это абсолютно правильное решение. Потому что он будет первым вылетать, скорее всего, уметь... Ну, не первым, вместе с Лордаром в замес. На 15 минуте у мужа появляется у нас Блудстоун. Хао собирается Беллатар. Ну, в принципе, это было очевидно... Я думала, что, возможно, Беллатар приобретет какую-то Яшу для скорости атаки, скажем так. Чуань, Чуань, ты где фидиш, а? Чуань у нас езжает на Лордар Титане на топе. Три героя прям его порвали. Бэтрайдер минус. Винга была без свапа уже. Дальше пытается атаковать Кунку. На крест посадила Шторма. Ну, здесь под сейф есть, если что. Ну, вообще у Шторма, кстати. А Ягис выбили, кстати, у Шторма. Ну, я этот момент упустила. Террор Блэйд в это время снес на топе Тауэр. Хотя бы какие-то деньги для своей команды он команде своей подарил. Теперь нужно... Теперь что нужно сделать? Давайте подумаем, что надо сделать в команде Авалон, чтобы эту игру выиграть. У них хороший пуш потанцевал. Винга с аурой. Инвокер с форжами. Террор Блэйд. Это достаточно сильный. Хороший замес. Они могут инициировать его с помощью Бэтрайдера. Но... Вот как раз дровку тут испепелили. Влетает Шторм Спирит. Однако Шторма не так много маны. И уже нету Аегиса. Дазл также погибает. Пошел разлом от Элдор Титана. Куча иллюзий. Все ходят. И Шторма, и Элдор Титан. Держи Элдор... И, простите, Террор Блэйда. Террор Блэйд остался без иллюзий. Но вот забрали Дров Рейнджер вместе с Дазлом. Неплохо на самом деле. Потому что для команды Авалон любой сейчас фраг очень важен. Здесь даже два фрага. Притом на Дров Рейнджер керри команды Ньюби. И... Ну и саппорта тоже никогда лишним забрать не будет. Шторм уже приобрел себя Виллиан Став. Здесь, конечно, стандартно пойдет через Арчид. Чуань на Элдор Титане приобрел себе Ветра. Опять же, для Элдор Титана стандартный айтем. Ну и Дров Рейнджер с... Странно будет делать именно себе Морр Битмаск. То есть это будет у нас Доминатор, как я понимаю. Но тут немного меня удивил этот выбор. Нет, понятное дело, для Дров Рейнджер... Аджору он, в принципе, не удивляет. Но вот то, что они вроде пушить идут и идут давить... Тут я бы, наверное, даже Манта Стайл какой-то приобрела. В плане быть более плотным. Опять же, больше дэмэджа. И минус Инжа Фул Спирит. Годлэк. Ой-ой-ой, еще икунку встретили. Блудстоунов уже 16 штук. Ох, куда же ты полетел? Ну, на самом деле, он уже полетел на базу к команде Авалон. Здесь еще Тавр стоит. Ну, Му чувствует себя очень комфортно. В принципе, здесь они выигрывают очень уже неплохо. Если мы посмотрим графики, то это 12 тысяч по золоту и 12 тысяч по опыту. Ну, и начинают бить уже бараки. Ребята, надеюсь, вы на меня не обидитесь. Мне надо обязательно посмотреть, чтобы зайти в лобби. Конечно, это большое палево. Продолжаем смотреть игру. Ну, ничего страшного. Задержка 2 минуты. Теперь вы понимаете, что случилось. Да, уже новая игра, в принципе, захостили. Поэтому скоро это должна будет закончиться. Тарошана 4 минуты. Я даже не думаю, что они будут ждать Тарошана. 19 зарядов в Блудстоне. Адер Теттаун собирает себе Форстаф. Но я уже показывала графики. Здесь уже 14 тысяч по опыту. Боль, страдания, унижения, да? Но опять же, хочу заметить, что вот этот смог решающий. Когда умрут 5 героев и напишут ГГ. Я бы хотела сказать, я скринься. Но здесь, наверное, так сложно будет сделать. Влетает у нас Шторм Спирит. Первым погибает Инвокер. Отличный грейв на Слардара от Дазла. Дальше замес продолжается. Фокусит у нас Веншфул Спирит. Веншфул Спирит погибает. Дальше бежит у нас Шторм за Батрайдером. Отличный Сайланс от Дроу Рейнджер. Притягивает еще и Террор Блейда. И ГГ. Ну, потом скажите, что я игру и читаю. Ультра килл, а ты мой. Победа Ньюби! Победа Ньюби. Первую карту Ньюби выиграли за 21 минуту. 21 секунду. 27 на 6 счет. Вторая карта совсем скоро. Совсем скоро. Ну, а пока...